Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал, с вами, как всегда, Игорь, и, наверное, бы я этот ролик не делал, если бы не ваши просьбы его сделать, потому что изначально этот канал начинался как канал по Колесу Времени по произведению Роберта Джордана. Я делал здесь немало роликов, посвященных лору этого мира в ожидании нового сериала от Амазона, который, к сожалению, пусть и называется Колесо Времени, но на самом деле больше содержит в себе произведение Весло Времени, как я его называю про себя. Но в любом случае вышел трейлер ко второму сезону, и учитывая то, что я здесь достаточно часто делаю различные покадровые анализы, если их можно так назвать, хотя в конечном итоге это, наверное, все-таки больше реакции, и здесь будут спойлеры, как минимум по первым трем книгам, поэтому если вы не читали, то, я думаю, вам не стоит смотреть этот ролик, если вы прям хотите еще прочитать. По поводу того, насколько эти спойлеры будут актуальны для второго сезона сериала Колесо Времени, честно, положа руку на сердце, я не знаю, потому что между сериалом Колесо Временем и книгой Колесо Временем общего на самом деле не так уж и много, поэтому многие моменты, которые мне могут казаться как моменты из книги, на самом деле могут быть чем-то совершенно иным. Но вполне возможно что-то я даже угадаю, поэтому давайте уже приступим. В целом этот ролик тяжеловато назвать трейлером, потому что он длится приблизительно 150 секунд, и я из него нарезал более 115-120 кадров, то есть нам, грубо говоря, просто показали сцена, 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 склеили это все, поставили между каждым, каждой вырезкой поставили фейд-ин, фейд-аут, и во, трейлер, музончик поставим генерный, да, основано на Роберте Джордане. Итак, на первом кадре мы видим Марейн, она со своей синей диадемой стоит и делает вид, что она все еще оседая, несмотря на то, что опять же, гениальными решениями сценаристов и создателей этого сериала было решено отрезать Марейн от источника. Если вы не знакомы с книгой, могу вам сказать, что ничего такого даже близко не было в первых книгах. Но здесь у нас Марейн находится, судя по всему, в какой-то рыбацкой деревне, такое у меня ощущение, во всяком случае, здесь сказывается, я не могу сказать точно, где это, что это, вполне возможно, это Тир. Учитывая то, что второй сезон, по идее, должен включать в себя вторую и третью книгу, то вполне возможно, это как раз, когда Марейн уже прибывает в Тир для того, чтобы там остановить Ранда, точнее, предотвратить его встречу с определенными отрекшимися. И здесь у нас следующий кадр, это мы видим Тарвалан, немножко вроде бы как бы подкрепили графику, но, в принципе, опять же, ничего сверхъестественного. Вообще, трейлер пытается нам показывать очень красивые и эпичные кадры, но я вот только вчера смотрел обзор на Оппингаймера, и там один обзорщик сказал интересную мысль, говорит, буквально 10-15 лет назад большим флексом со стороны кинематографа было сказать, что у нас там более 3000 различных сцен, которые обработаны компьютерной графикой. Сейчас же флекс совершенно другой, наоборот, в моем фильме нет ни одного кадра компьютерной графики. Это не значит, что визуалка теперь не нужна, это не значит, что визуальные VFX эффекты не нужны, ни в коем случае. Просто, опять же, говоря только лишь за себя, я могу сказать, что ну не знаю, какая должна быть компьютерная графика, чтобы она провезла на меня какое-то впечатление. Но последнее, что приходит на ум, это смотреть второго аватара в огромном IMAX кинотеатре, и только лишь там действительно визуальная компьютерная картинка на меня произвела впечатление за последние лет 10, наверное. Но двигаемся дальше. Здесь нам показывают Морейн, которая трогает воду в ванне рукой. И здесь, кстати, создатели сериала достаточно близки к общему духу книги, потому что Ай Седай, да и вообще женская половина героев этого произведения, практически 40% хромного метража проводят в ваннах постоянно, в каких-нибудь банях или что-нибудь в этом роде. Далее мы видим кадр, на котором Морейн плачет, нам, судя по всему, покажут немало ее реакции на то, что ее отрезали от источника. Нужно создателям развить эту тему, чтобы люди понимали, что такое для индивидуума потерять возможность направлять единую силу. Ну, грубо говоря, Джордан это сравнивал для мужчин с кастрацией, для женщин я не помню, что именно, но это ты теряешь все свое естество, всю свою сущность, грубо говоря. Здесь мы видим Ранда посреди пустыни, на нем черная красивая куртка, не красная. Красная куртка это достаточно такой культовый артефакт из книжного произведения, но здесь Ранда в черной куртке, у него на спине выграверно восходящее солнце, потому что он дракон возрожденный, и, судя по всему, что вокруг одна пустота, это, скорее всего, один из параллельных миров, в который он попадает через портальные камни. Где он получил эту куртку, мне действительно интересно, там, показывают нам клоузап на Ранда, потому что, опять же, в книге, напоминаю, в книге он находится в Фолдара, и тогда приезжает Амерлина, на встречу с Амерлина ему дают одежду лорда, чтобы он выглядел соответственно. Он быстрее принял на себя роль лорда, лорда дракона, дракона возрожденного, но, опять же, учитывая то, как закончился первый сезон этого сериала, и Ран сказал, я пошел гулять, можете меня не искать, я куда-нибудь уйду, в общем, все, до свидания, всем пока. То каким образом теперь они свяжут этот момент, в котором Ран действительно встретит Амерлин, как это будет у нас в трейлере, мне непонятно, поживем, увидим, будем смотреть, как говорится, мыши кололись, но, плакали, но кололись, да. Здесь мы видим Марейн, она держит кинжал, судя по всему, опять же, ее роль будет расширена, потому что во второй и третьей книге ее достаточно мало, в третьей ее намного больше, во второй ее практически нет, ну, а куда же нам без Роза Мунпайк, это же главная актриса из всех, а значит, насрать на Роберта Джордана, будем менять сюжет под одну актрису. Двигаемся дальше, Мурдрал делает, ааа, тут нам показывают нашего Ишемеля, который стоит в костюмчике, знаете, гуру по продажам, который расскажет мне прямо сейчас, что нужно вставать обязательно в 5 утра и съедать 15 яиц и никогда больше не встречаться с девушками, чтобы стать миллионером. И после чего он исчезает, делает всякие различные фигнюшки единой силой и пропадает. Да, и Гвейн тренируется единой силой, непонятно, где она находится, но, опять же, судя по всему, вторвал они, потому что на ней белое платье послушницы и немножечко лучше выглядят плетения. Тут я могу сказать, да, с первого сезона выглядит это получше, но нам, естественно, в любом случае должны показать, как происходят тренировки для послушницы, для принятых вторвал они. Надеюсь, это все-таки не превратится в Гарри Поттер, но, опять же, учитывая то, что нам главное показать, насколько здесь все-таки сильные женщины, а не показывать, как они проходят через тот опыт обучения, который описал Джордан, а учитывая то, что Джордан это хреновый писатель, не то, что величайший Рэйф Джаткинс, то, конечно, таких моментов, наверное, будет немного, потому что все-таки Джордан, если бы он писал в 2023, как говорит Рэйф Джаткинс, то он писал бы по-другому, он писал бы так, как пишет великий Джаткинс, а не всякие там тупые Роберты Джонданы. Здесь мы видим, как Леандрин стоит, и многие персонажи на протяжении этого трейлера будут стоять и делать вид, что они стоят. Здесь мы видим собрание, я так понимаю, друзей Темного, это, судя по всему, намек на пролог, который был во втором книге, где мы встречаем человека по имени Борс, это, оказывается, один из белоплачников. К ним подходит Ишамаэль в человеческой форме, окей, без горящих глаз, без горящего рта, ну, опять же, потому что, может быть, просто денег на это не хватило. Найниф с кем-то общается, судя по платью, это зеленое. Я вначале подумал, что, может быть, это Ширим, но Ширим у нас, по-моему, голубая, насколько я помню, вроде бы, может быть, я ошибаюсь. Вот, непонятно, в общем, у них между ними идет разговор, тут нам показывают Ишамаэля, который тоже делает какие-то плетения, и он это делает для того, чтобы освободить Ланфир, который мы видим, как она встает, делает так вот, потом она говорит, вот, целуйте мне ручку, пожалуйста, месье, я по-другому не могу освободиться из Узницы Темного. И здесь мы видим Дамани. Дамани без ошейников, потому что, ну, почему, знаете почему? Потому что, на самом деле, Роберт Джордан, опять же, он писал свои книги в каких-то дремучих 90-х, и, учитывая то, что он написал также о любви Рандо к трем женщинам, я думаю, ну, короче, был он извращенец, которого вообще, в принципе, и коррознировать не стоит, если бы не величайший Рэв Джабкин за него взялся, его произведение не стоило бы трогать и вообще. Поэтому ошейники, как часть Роберта Джордановской, ну, вы поняли, как это называется, садомаза философии, садомаза различных его приверженностей, решили убрать, потому что не нужно, нужно делать нормальное колесо времени, а не как Роберт Джордан написал. Далее нам показывают, как они делают бжух, и вот бжух у нас откидывает Уна, мы помним его, он еще делал оригинальный очень момент, когда он стоит, смотрит на Лана, такой, говорит, «М-м-м, я тебя не люблю», Алан на него смотрит такой, говорит «М-м-м, я тебя тоже не люблю», а потом они такие «А-а-а, брателла, а-а-а, давай обнимемся», а-а-а, никогда мы такого не видели, и вот снова, да. И Перина тоже откидывает бжух, значит, у нас будет Дракос Шан-Чан, где она будет не совсем понятна, но я не удивлюсь, если она будет не в конце, а где-нибудь во втором-третьем эпизоде, потому что почему бы и нет. И далее нам показывают, как открывается у нас люк, как на корабле, и Нейниф заходит в комнату, где ее ждет Терангриал врат, где она должна пройти испытание на принятую, и там нам будут показывать, судя по всему, те испытания, я думаю, что они будут отличаться от того, что мы видели в книге, но посмотрим. Нам показывают еще раз этот кадр с другого ракурса, сзади нее мы видим Лиандрин, и мы видим, насколько я понимаю, хранительницу печати, Лианы, по-моему, ее зовут, а вот кто в голубом, мне не совсем понятно. И кадр, типа, вот, смотрите, у нас есть дроны, они все скачут на лошадках, теперь мы видим, как Перин скачет на лошадке. И момент, который интересен, Ранд здесь уже не в своей красивой куртке Лорда, и обнимается он, судя по всему, Слонфир, ну и Следи, или Следи Селин, как она будет называться именно в этом сезоне, я так понимаю. Что это такое? Это действительно уже между ними какая-то связь? Может быть, они встретились в параллельном мире, где, когда Ранд пройдет через портальные камни? Либо же это какое-то из видений, которое он испытывает, когда они переносились, если вы помните, через портальные камни, камни поближе к Фалдару, по-моему, к Фалме, к Фалме, простите, где быть сражение между белоплачниками и Шанчан. Но то, что будут отношения между Селин Рандом, меня на самом деле даже радует. Я, конечно, очень-очень аккуратно этому всему радуюсь, потому что в конечном итоге это, опять же, навряд ли будет каким-то образом похоже на то, что было в книге. Но в любом случае будем смотреть. В следующем кадре нам показывают, как Ранд идет куда-то, его ждет женщина в голубом-синем платье. Я так понимаю, что это может быть перец встречи с престолом Амерлин. Синее, такое ярко-синее платье говорит мне, а оседай. Ну, опять же, поживем, увидим. Снова нам показывают Ранд. Посмотрите, Ранд оторвало ночью, светится прям как Нью-Йорк, на фоне у нас Драконова гора. Смотрите, у нас есть компьютерная графика, мы получили больше денег. Морейн от кого-то убегает, точнее, пытается ускакать на коне, на фоне ее какой-то камень, я не знаю, просто камень поставили ли она теперь где-то среди портальных камней. Посмотрим. В любом случае, опять же, как я уже говорил, роль Морейн будет интересной. И, как мы видим, мы попадаем на еще один кадр полной информации, кадр Лана, где он стоит и смотрит. Это он пытается понять, каким образом он смог уже переспать с Найниф. Еще в первом сезоне, когда между ними было никаких отношений с Найниф, с мудрой двуречи, которая, блин, любого, кого бы она поймала вне брачных уз, творящих такое, сама бы отстегала бы веником так, чтобы они потом месяца три, наверное, сидеть не могли на пятой точке. Он думает, как у меня это получилось, что я сделал вообще, что случилось? Как получилось такое вообще, что Найниф, Найниф, блин, со мной переспала, буквально зная меня несколько месяцев. Ну, может, месяца полтора, не больше. Дальше мы видим, как Морейн тут стоит и смотрит, как и все остальные персонажи практически на протяжении всего тизера стоят и смотрят. И, извините, тетенька, тетенька, простите, пожалуйста, я знаю, что вы, Амерлин, у вас гнездо немножечко перекосило. Можете вот так вот, вот так вот, не, не, вы, простите, попростите, пожалуйста, сидите. Мне одному кажется, что что-то она как-то послабела. То есть, если в первом сезоне у нее еще была какая-то аура, какая-то атмосфера величественности, пусть и достаточно сомнительный, но здесь я вижу просто уставшую тетеньку, которая все, все в капец задолбала. Это престол Амерлин, это самая могущественная женщина этого мира. Рант, у которого плетение потолще, и я так понимаю, что здесь есть какие-то черные также моменты, то есть это, наверное, может быть порча, и он не может управлять пока что единой силой. Нам показывают, он пытается управлять, не получается у него управлять. Перин смотрит. Вы тут думали, что нам не покажут, как Перин смотрит, мы видели, как Ран смотрит, как Лан смотрит, как Марин смотрит, а вот как Перин смотрит еще не выглядит. Не видели мы, но смотрим дальше. Он смотрит на волков, точнее на собачек, и его глаза меняются в желтый. То есть, эта ветка развивается. Посмотрим, насколько она будет развиваться. Если она будет развиваться так же быстро, как и в первом сезоне, то не совсем понятно, как они собираются ее развить, учитывая то, что они навряд ли будут снимать более пяти сезонов. А если сериал не будет показывать хорошие показатели, то, может, и до пяти не дойдут. И мы видим здесь, что Рант нападает на Марин. Быстренько, быстренько развиваются события в этом сериале. Рант на Марин, которую буквально вот только недавно он воспринимал как айседай, как представьте себе, что в ваш город приехал ангел. Приехало, я не знаю, какое-то существо сверхъестественное, которое должно повелевать всем миром. И как вы к нему относитесь в первый день, и как вы относитесь к нему через месяц. Ну вот, Рант очень быстро прошел этот путь, и сейчас он уже нападает на Марин. Либо же это, опять же, какое-то введение его. Эгвейн здесь находится в плену. У Шанчан уже. Мы видим, судя по ее одежде, ее пытаются сделать Дамани. Она сопротивляется этому. Мы знаем, что Эгвейн будет этому сопротивляться достаточно долго. Опять же, посмотрим, как это будет в сериале. Э-э-э, Найниф. Здесь проходит какое-то испытание. Судя по всему, что-то связанное с рождением ребенка. Видимо, Атлана. Может быть, у нее случился выкидыш. Может быть, она держала Лана, умершего у себя, на руках во время испытания. Не важно, не знаю. Короче, посмотрим. Поживем, увидим. Здесь же мы видим кинжал, который Мэтт достал из Шадер Логота. И, опа, нам показывает Мэтта, который смотрит на кинжал. Все остальные персонажи смотрели куда-то, а Мэтт смотрит на кинжал. Это, кстати, один из двух, по-моему, или из трех разов, когда мы вообще видим Мэтта. Достаточно, сами понимаете, не очень важного персонажа. Здесь мы видим, как Ранд направляет единую силу. Сзади него стоит Селин, которая, судя по всему, нашептывает ему на ухо, что мы с тобой, Люстерин, должны вместе править миром, потому что мы самые крутые. Давай любить меня, потому что любить меня это круто. И на следующем кадре мы видим, что Ранд уже тусит с Лагандой. Лагандой, да. Лагандой тусит Ранд. Ранд тусит с Лагайном. Каким образом? Где? Почему? Видимо, престол Амерлен привезла его в Фалме. Или Ранд каким-то образом попал в Андер. Либо же, опять же, к чему я вообще пытаюсь каким-то образом связать эти кадры с повествованием в книге. Это неблагодарная практика. Поэтому просто Ранд с Лагайном. Ну вот бывает. Сидят и все, пообщались. Здесь мы видим Шан Чан. Это один из немногих для меня светлых пятен в этом сериале. Но опять же, потому что мне просто нравится дизайн. Видно, что заморочились дизайном. Прикольно. Я никогда сильно не углублялся в то, как точно они должны обязательно выглядеть. Но мне нравится, что они очень сильно выделяются, во всяком случае, от остальных персонажей, населяющих этот мир. Потому что в первом сезоне нам показали мир, в котором абсолютно неважно, прошел ты из двуречья о вторвалан или о вторвалан фауне. В конечном итоге, что там, что там везде люди одинаковые. Абсолютно. И даже одеваются очень похоже. Какой разнообразный, боже мой, многогранный и многокультурный мир, который создавал очень долго Роберт Джордан Йоу. Павлый. Двигаемся дальше. Тут мы видим, я так понимаю, Леди Сюрат. Рядом с ней стоит Ишамель. Стоит что-то, типа, нашептывает ей на ушко, что нужно сделать. И, судя по всему, так, голос ее или что-то в этом роде, которое говорит за нее. И здесь мы видим Лорда Дурака, который достал сундук, в котором должен быть Рок Валир. И он что-то над ним колдует, что-то он там нажал, сундук открывается, и оттуда он достанет, судя по всему, Рок Валир. Если вообще Рок Валир будет вообще в этом сериале, что-то там он потом выступает. У него какие-то рога на нем надеты. И он лысый. Но он лысый уже хорошо. Интересно, Леди Сюрат будет лысым. И здесь нам показывают Дамани и чувачков каких-то. Дамани и Марат Дамани, судя по всему, та, которая ее контролирует. Ей что-то не совсем понятно. То ли надели ей что-то на рот, то ли измазали ей рот. И это как раз момент, когда, я так понимаю, как ее там господи Леандриан отведет Эгвейн и Элейн в плен. Найниф и Мин должны спасти здесь, но Найниф и Мин здесь даже близко не видно. Мы видим здесь только вот, что вот Эгвейн и Элейн убегают. В них ударяет столб огня. Бум-бум-бум-бум-трах-трах-бум-бум. И Эгвейн делает... Бум-бум-бум-бум-сачкак-бум-шу-шу-шу-шу-шу. А на фоне там и Элейн и удар солнцем, который ничем не помогает. А на следующем кадре мы видим уже троллоков, рядом с которыми тоже какой-то удар единой силы. И это мы видим, что это Найниф, которая делает это в двуречье. Она в своем прикиде мудрой. Вот здесь продолжение этого кадра. Я так понимаю, это как раз испытание. Испытание, которое она проходит в Терангриале врат. Это мои комментарии по поводу этого кадра. Здесь мы видим белоплашников, которые куда-то скачут. И так понимаю, опять же, это атака на Шан-Чан. На следующем кадре мы видим Леандрин, которая стоит перед, судя по всему, тем же самым столом самоубийц, рядом с которым приблизительно 17 серий прошлого сезона стоял Степан. Главный персонаж прошлого сезона, если вы забыли про него. Здесь мы видим какую-то девочку, которая, так понимаю, дочь Перина. А откуда видение у Перина? Может быть, тоже во время переноса через портальные камни нам покажут не только видение Ранда, нам покажут и видение Перина. Но, опять же, мы пытаемся понять, каким образом эти кадры связаны с произведением Роберта Джордана. А это дело неблагодарное, повторюсь. И, ну, куда же без этого. И дальше у нас еще почти поцелуй между Эгвейн и Найниф. Они обнимаются, эй, Найниф, эй, Эгвейн, добро пожаловать. Тут, опять же, она перед входом в Тирангриал. Здесь есть различные плетения. Эгвейн не пытается что-то понять, не получается у нее что-то понять. Я так понимаю, это разговор с Элейн, когда она ее уговаривает, то, что нам нужно отправиться помочь Ранду или что-то в этом роде. Опять же, это было в книге, будет ли это в сериале, кто его знает. Элейн на нее смотрит, Элейн симпатичная, заходят за это, спасибо. И мы видим, как Морейн круто куда-то выходит. Потому что Морейн, если она выходит, она выходит только круто. По-другому она не умеет. После чего она стоит и уже не очень круто куда-то смотрит. Замечательный трейлер, анализ. Мне кажется, я таких информативных анализов вообще никогда не делал. Смотрите, кадр. Смотрите, Лан. Смотрите, Морейн. Морейн смотрит. Перин смотрит. И Мэтт смотрит. Самый ожидаемый сериал этого года. Как там The Long Awaited. Боже мой, как же все его елы-палы ждут этот сериал, а? А, все. Морейн, ты что тут воздух испортила? Господи, боже мой. Раньше у тебя хоть была единая сила. Ты могла сплести плетение воздуха и сделать нормально здесь все. А теперь я должен это нюхать. Да я такого не согласен. Вообще здесь мы видим Авиенду, который надевает шуфу перед тем, как сражаться с белоплачниками. И, внимание, знатоки вопрос. Пошел ли нахер Гаул? Потому что, судя по тому, что мы видим здесь на заднем фоне Перина, вполне возможно, что Гаул пошел нахер. Вполне возможно, что Перин будет освобождать Авиенду в плену, которая сделает потом шух-шух паркур. Паркур Майкл, паркур белоплачником. И сделать тоже такой крутой взгляд, чтобы мы не забывали, насколько Аил крутые. И, естественно, куда же без этого? Чтобы на Эниф с мечом не дралась с бойфрендом Рейфа Джапкинса, который, естественно, нельзя ни в коем случае не поставить в этот сериал, иначе не получится оригинального душевного произведения по колесу времени Роберта Джордана. Естественно, нужно показать момент из Клеопатры Нетфликсов. Нет, это какой? Что у нас? Это CW-сериал какой-то, типа Бэтвумен или что-то? А, простите, это экранизация Колеса Времени, где Айс Седай тренируется с мечами против Стражей. Да, понятно. Здесь мы видим Лана, которая дерется, судя по всему, с Мурдралом в этой тени. Если что-то поймете, я не знаю, наверное, в редактуре подсвечу этот кадр. Но там Лана на тросах, знаете, подкидывают вверх так, чтобы он ногой ударил Мурдрала. Да, концовка. Помните конец произведения Колесо Времени, где Лан в последней книге что вытворял? А, будет на тросах он все это делать. И еще раз кадр на ночной Тарвалан. Леандрин, которая идет, судя по всему, яблоки покупать. Рант без рубашки. Куда ж без этого? Найниф с рубашкой. В кровище. Выходит из Тирангриала. Перин, убивающий белоплащника. Гвейн, которая кричит и говорит... А-а-а! Рант снова без рубашки. На этот раз он в каком-то мире, судя по всему, параллельном. Видимо, отсюда его, может быть, и спасет Селин как раз. Леандрин, которая говорит... О, я Леандрин. Она, видимо, говорит Гвейн, что пошли со мной, будем спасать Ранда. И Рант, который эпично, по задумке создателей этого сериала, приходит и эпично смотрит на Лорда Дурака. Приходит Шанчан. Там где-то происходит, я так понимаю, сейчас сражение между белоплащниками и фалдарскими солдатами. И этими, господи, как их... И Шанчан. Но тут осталось несколько Шанчан в предподятельности Лорда Дурака, у которого меч с клеймом цапли. Он его достает, потом делает чух-чух-чух-чух-чух и собирается нападать на Ранда. И Рант, судя по всему, будет с ним драться. После чего будет драться с Шажимаэлем, если это все-таки сериал пойдет по сюжету книги. Рант у нас снова на этом колесе. Рядом с ним какой-то артефакт. Может быть, это есть тот самый камень, может быть, нет. Не знаю. Тут не совсем понятно вообще, что происходит. Мурдрала убивает горящий в огне меч. Убивает его. Я не понял вообще, кто это, что это за пираты. Престарелые немножко пираты. Лан ли это? Ну, на Лана как-то не похоже, если честно. Может быть, это просто дублер Лана, который должен быть Ланом. А здесь видно, что это далеко не он, если ты кадр этот ловишь. Но почему меч горил, тоже не совсем понятно. В принципе, горящий меч, огненный меч. Это у нас Рант. Мы как бы знаем, да, что он это часто использовал. Это плетение, особенно в третьей книге. Но это не похоже на Ранда. Вообще никак. Только потому, что у чувака явно волосы на голове. Мэтт кого-то убивает копьем. Где он? Что он? Не совсем понятно. Второй раз мы видим Мэтта. Ура! Мэтрим Коултон. Один из трех величайших таверинов. Второй раз за трейлер. Да. Взрыв! Взрыв! Еще раз, типа, смотрите, ребята, вы переживали за восьмой эпизод первого сезона, который такое ощущение, что снимали за полбуханки хлеба. Нет, нам денег принесли, мы теперь будем взрывать вещи. И Ран стоит перед престолом Амерлин в своей куртке. Она на него стоит, смотрит и говорит ему, нет, мальчик мой, ты далеко не часть узора. Ты сила, которая его двигает. У-у-у-у. И Ран такой, у-у-у-у. Все, друзья, я понимаю, что это был безумно информативный ролик, который для фанатов сериала был просто как бальзам на душу. Но вы просили, я сделал. Простите, пожалуйста, у меня нет никакого энтузиазма по поводу этого сериала. Я не хотел делать такой контент, потому что мне нравится говорить о том, что действительно, как говорится, дает ветер моим парусам. Что-то, что заставляет меня говорить с энергией, с ажиотажем. как это было перед первым сезоном Колеса Времени. Но после просмотра первого сезона Колеса Времени найти в себе какую-то энергию говорить в позитивном ключе по поводу этого сериала, по поводу Рейфа Жапкинса у меня просто нет. Не знаю, понравилось вам такое или нет. В любом случае, вы знаете, что делать, если да. Если не понравилось, ну, спасибо, что досмотрели до конца. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Абусте, на Патреон. Ваши донаты делают этот канал возможным. Ну и, как всегда, всех люблю, всех целую. Да, все от вас свет, не забывайте, фэнтези это круто.